Во многих странах мира 1 октября отмечается День пожилых людей. В Беларуси этот праздник установлен в 1992 году. Согласно общепринятой в геронтологии классификации, пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 75 лет, к людям старческого возраста, достигшие 75 лет, к долгожителям, перешагнувшие 90-летний рубеж. В Беларуси больше всего долгожители проживают в Гродненской области. Сегодня в разных уголках нашего региона прошли концерты и акции, посвященные Дню пожилых людей. В частности, администрация Ленинского района Гродно организовала для жителей и гостей города праздник под названием «Золото мудрости осень вам подарила». Для людей преклонного возраста звучали мелодии в исполнении Духового оркестра «Городенские трубы». Есть только миг, и в прошлом и будущем Именно он называется жизнь. Как отметил начальник управления социальной защиты администрации Ленинского района Андрей Кейко, в нашем городе помощь стараются оказать каждому нуждающимся пожилому человеку. С этими категориями граждан в соответствии с комплексной программой мы оказываем различные виды социальной помощи, социальных услуг, оказываем также материальную помощь, производим ремонт жилых помещений, производится замена газового оборудования, сантехнического оборудования. Но кроме такой помощи материальной, у нас также есть различные функционируют клубы по интересам при Ленинском центре социального обслуживания. Это клуб вдохновения, клуб компьютерной грамотности, обучаем граждан, здоровый образ жизни. То есть любой пенсионер, который хочет найти какой-то для себя такой отдых, либо отдушину, может обращаться в центр социального обслуживания населения Ленинского района. В настоящее время на территории Ленинского района проживают более 35 тысяч пенсионеров. На особом учете находятся ветераны Великой Отечественной войны. Их насчитывается 330 человек. Все они находятся под пристальным вниманием органов социальной защиты. Пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить всех пожилых граждан нашего Ленинского района с этим международным праздником, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы родные и близкие не огорчали наших уважаемых пенсионеров, а только радовали. Алексей Белецкий, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Новости Гродно. Новости Гродно. Новости Гродно. Новости Гродно. Продолжение следует...